Субтитры делал DimaTorzok У которых виртуальность, то есть квадрат четырех импульса не равен нулю Конкретно на встречных кучках эти квадраты понимают и действительные значения И мы выяснили, что помимо того, что было раньше Раньше у нас была возможность ввести вектор поляризации Для спиральных стеклёстов его соединиться Вот в таком плавиальном виде Где EX и EY четырех вектор Вектор, которая в системе, где фотоны сталкиваются лоб в лоб Упуляторной той же SZ Имеют, соответственно, только X или Y компоненты Если она списывает соответствующие компоненты Эти векторы оба Второй просто следствовал тому, что если смотреть слева направо, справа налево По той же системе координат Правый фотон оказывается лево Мы научились в своё время выстраивать помимо вот такого выражения Которое было справедливо в специальной системе Ковариантное выражение Я вам напомню, что... Ну ладно, это чуть позже Теперь же, когда ку-квадрат стали отрицательными Нам пришлось вводить ещё и третью возможность А именно вектор поляризации соответствующей нулевой спиральности И мы в прошлый раз его получили Это вектор, который должен быть в этой специальной системе Перфинникулярен икоси Z, икоси X, икоси Y И значит, должен будет иметь только нулевую компоненту То есть в этом смысле иметься временеподобным вектором А когда он имеет одну компоненту Его можно было назвать скалярным фотоном Так что вот эти фотоны у нас фотоны А этот фотон, соответственно, скалярный Или иногда его ещё называют продольным фотоном Мы успели выписать явно в виде соответствующее выражение Оно может быть построено только из векторов Q1 и Q2 Коэффициент выбирается так, чтобы этот вектор, как полагается по градиентной вариантности, был автогонален вектору Q1 Для этого достаточно взять вот здесь вот множитель такого сорта Q1 от Q2 в квадрате на Q1 в квадрате И тогда легко проверить, что такой вектор действительно ортогонален в четырехмерном смысле к Q1 Ну а для нарморовки придётся его таможить на вот такую вот множитель Ну и соответственно, для второго фотона Ну и соответственно, для второго фотона Придётся владеть свой собственный вектор Который отличается только тем, что индексы 1 и 2 переставлены Так что здесь будет Q1-Q2 на Q2 в квадрате Q2-Q2 на Q1-Q2 в квадрате Вот так вот Очень удобно, чтобы для скалярных векторов Для скалярных полоризаций нам удалось сразу написать квариантное выражение Осталось сделать то же самое и для вот этих вот величин Для того, чтобы это сделать, вы помните, мы вводили в игру такой вот симметричный тензел R-NU Он вообще-то был функцией от 2 в 4 векторов к 1-Q2 Он должен быть симметричным по индексам R-NU И его особенность в том, что он проектировал произвольный вектор на подпространство ортогонально этим векторам Рекомензовать это можно было следующим образом Если мы возьмем обычный метрический тензел И вычтем из него симметричную комбинацию Q1-NU Q2-NU Масса Плюс симметричная добавка К 1-Q2-NU К 2-NU К 1-Q2 Вот Можно проверить, что такой вот тензел оказывался метрическим гендером подпространства, задаваемого как раз вот этими векторами. То есть если взять эти векторы, например, 2А1, ν, домножить на 2А1, ν, собряжённое, вспомнить, что они пространственно подобные, поэтому их квадратовая минус единица, это учесть, и посуммировать по всем А соответствующим поперечным фотонам, то есть плюс-минус единица только, то как раз это и будет тензор ортогональный и к углу 1 и к 2. Всё хорошо и замечательно, но так было для случаев, когда это были реальные фотоны. Все эти свойства он хотел бы сохранить и для случая, когда фотоны становятся виртуальными. Исходное соотношение должно быть соблюдено, а тогда кто проявляет, что обобщение происходит следующим образом. Теперь нам придётся сделать добавки, пропорциональные q1 в квадрате и q2 в квадрате. Здесь могут быть такие комбинации, например, q1, ν и q1, ν, домноженные на q2 в квадрате. Так, это тоже будет симметричная комбинация, при q2 в квадрате она исчезает, чтобы сохранить обращенность всё правильно, нам придётся замножить всё первой сомножкой на q1, q2, здесь тоже самое. Добавить вот такую величину и добавить симметричную добавочку, минус q2, нюм, q2, нюм на q1 в квадрате. Вот, мы уже не будем это делать, но видно, во-первых, когда q1 в квадрате и q2 в квадрате обращаются в ноль, мы возвращаемся к старому выражению. Видно, что это выражение симметричное по индексам меню, а дальше легко проверить, что оно перфинникулярное q1 и q2. После этого всё у нас по-другую есть, мы просто повторим то, что делали раньше и так далее. Очень важным является ещё одно такое обстоятельство, когда затевается разговор про новшество, связанное со скалярными фотонами, то вот какая достигает интересная особенность. Если мы определим спиральные амплитуды кафотоном со спиральностью А и В, так как мы всегда это делали, то есть вектор поляризации А до спиральности, только теперь А может принимать значение не только плюс-минус единица, но и ноль, так, вверну, на вектор первого фотлона, это будет второго фотлона, ню, так, всё это умножается на тензу от кафотинку-2, который представляет весь остальной кусок диаграммы Фейнмана, то вот что здесь принципиально важно отметить. Что касается вот этой амплитуды, да, то она, вы это хорошо видели на примере диаграммы Фейнмана, по построению является регулярной величиной, при Q1 квадрат, стремящемся к нулю, и Q2 квадрат, стремящемся к нулю, то есть эта величина никаких сингулярностей не содержит, и смотрится, происходит с массовой поверхностью, при возвращении на массовую поверхность, а здесь никаких глупостей и особенностей не наблюдается. А вот что касается векторов поляризации, здесь есть некоторая хитрая особенность, она связана вот с чем. Вот, рассмотрим, например, поведение вот этого объекта в условиях, когда Q1 квадрат будет поснимляться к нулю. Если речь идет про поперечные фотоны, то никаких проблем нету, и пускай уж снимается к нулю, а вот со скалярными фотонами проблемы есть. И почему? Посмотрите, если я возьму вот этот вот вектор, и домножу него на вот этот вот регулярный объект, так, ой, я тут, я только правильно не поставил, а нет, все вроде правильно, вот на этот регулярный объект, то что у меня получится, посмотрите, у меня получится такая величина, Q1, Q1, Q2, Q2, скалярное произведение на Q1 в квадрате на Q1, Q1 в квадрате, на Q1 в квадрате, Дальше у меня будет стоять вот этот регулярный тензотельный иммун и еще будет стоять вектор организации второго протона, на который мы пока не будем обращать внимание В силу предъятных вариантностей этот тензот к вектору Q1 должен быть ортегонален поэтому Q1, доможенный на M, даст 0 Поэтому я, конечно же, с умяшившись, могу эту часть выпросить А посмотрим на что будет дальше А дальше будет следующее крутое деяние Я уже сказал, что это регулярные тензор А вот и знаменатели регулярные А вот есть числитель И получается, что при А равном 0 и Q1, стремящихся к 0 соответствующая амплитуда ведет себя как корень квадратный из минус Q1 квадрата И это, вообще-то, очень естественная вещь, да? В том смысле, естественно, что мы должны ожидать, что на массовой поверхности, когда фотоны становятся реальными эти дополнительности, скалярные фотоны исчезают Вот указан прямо принцип, почему они исчезают Теория построена правильно Действительно, этих фотонов на массовой поверхности не остается Итак, запомним Что у нас, что мы отметили, что будет должно до дальнейшего Н, А, Б Пропорционально Корнем Из минус Q1 квадрате Или Q1, стремящимся к 0 Пропорционально корнем Точно таким же образом Бис Q2 квадрате Или Q2 квадрате С стремящимся к 0 И пропорционально корнем Бис Q1 квадрате На Q2 квадрате Когда Q1 квадрате И Q2 квадрате Здесь стремится к 0 И все это будет для каких случаях? Вот это будет Если Q1 стремится к 0 АА равняется 0 Если Q2 стремится к 0 АБ равняется 0 И если то и другое стремится к 0 И оба И А и В соответствуют нулевым спиральностям Все Дело сделано И нам осталось только Пожелать воды Может быть Прежде чем мы это все таки Окончательно сделаем Я хотел сказать Надо так сказать Обсуммировать Что у нас получилось Первое что мы И в прошлый раз Отмечали Все векторы Поляризации Антогональны друг другу То есть если я возьму Вектор Первый Со спиральностью А Да можно Первый же вектор Со спиральностью А Штрих Преполучу Дельта АВ Но Сознанком Минус Единица В степени А Потому что Для попережных Фотонов Вектор Поляризации Пространственно Подобные А для Продольных Скалярных Они Времени Подобные Дельта Штрих А Извините А Или А Что Второе утверждение Если Если У меня Фотоны Поперечные То Всего В игре Участвуют Два Вектора Поляризации И для Первого И для второго Фотона Они друг через друга Перебрежаются И оба Вектора Поляризации Ортогональны Обои B1 Плюс Минус Вмножены Хоть на Пу1 Хоть 2 Равняется Ортогональны И то же самое Характерно И для Векторополяризации Второго Фотона Ну просто потому Что он Отличается Только Название Совсем Другая Ситуация С Которая Мы Имеем И Просуммированную По всем Подвечным Значениям А Ортогональны Плюс Без Без Исключения Фотон С 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 Ну и аналогичное выражение для второго фотона индекс 2, 1 замедлится на индекс 2 Вот этот полный набор величин, связанный с этими векторами поляризации, которые нам весьма и весьма дальше понадобятся После чего, когда мы со всем этим разобрались, мы можем действовать совершенно аналогично к предыдущему случаю Обычным образом образуем спиральные амплитуды Обычным образом организуем сечение Уже наших нереальных фотонов И тогда оно должно выглядеть каким образом Толгом амплитуды АВ Домножаться на сопряженную амплитуду СД Должна далее домножаться на матрицу плотности первого фотона Это А и С На матрицу плотности второго фотона Это В и Д Придется просуммировать по всем спиральностям Причем на этот раз каждый из индексов должен принимать шире значения Ну а дальше мы домножим на базовые объемки конечных частиц Разделим на учителенный львариал в мёдерах И получим ответ Выглядит он так же, как в предыдущем случае Что добавилось нового? Добавилось нового Вот эта самая необходимость Учитывать нулевые спиральности А если мы хотим получать сечение Тогда нам придется все это еще и проинтегрировать По всему нашему подъему И дальше мы получим ответ Такой, который мы примерно уже имели И этот ответ будет в себя включать Все те, тоже самые структуры, которые мы имели раньше Так, и что же это будут за структуры? Там снова появится сечение Связанное с поперечными формами Это сечение с полной спиральностью 0 То есть с полной проекцией 0 И с спиральностью 2 Это будет Сигма Соответствующим 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 Двум поперечным фотоном Но виртуальным Не полярисованным И будет соответствующая разница Что будет соответствовать Асимметрии Связанной с циркулярной поляризацией При судоведении Двух поперечных фотонов Будет входить Сечение связанное С параллельной Линейной поляризацией двух фотонов Разница соответствующая Разница соответствующая Так Это будет асимметрия Связанная с линейной поляризацией По сравнению с предыдущим Что будет нового Новое будет то Что все это будут функции Не только от варианта массы Сталкивающихся частиц Но еще дополнительно функции От виртуальности С одной стороны Эта задача усложняет С другой стороны Дополняет Новыми возможностями Которые нередко Оказываются очень привлекательными Например В области больших виртуальностей Мы будем выходить на взаимодействие На малых расстояниях Где можно будет пользоваться Например Не просто теорией Возмущения квантовой Хронии А теорией Возмущения с малыми параметровами Но Помимо того Что было раньше Теперь у нас вообще-то говоря Возникнет еще одна возможность Например Возникнет возможность Возникнет возможность При которой Будут целлюляться Поперечные И скалярные Фотоны Например Если у первого фотона Будет Спиральность Плюс А у второго Ноль Или у первого фотона Будет спиральность Минус единица А у второго А у второго Ноль Если Мы Усерединили по двум Возможностям Для первого фотона И Проэнтермируем И Как Полагается То Мы получим Сечение Которое Нужно Назвать Как Рассеяние Поперечного Фотона На Скалярном Это Будет Новая Величина Представляющая Свой Особый Интерес Ну Аналогично Совершенно Симметрично Можно построить Сечение Рассеяния Скалярного Фотона На Поперечном Приняются Местами Только Индексы Первые Вторые Возникли Сечение Рассеяния Скалярного Фотона На Скалярном Это Что такое Будет Это Квадрат Матричный Элемент У Которого И Первый Фотон Скалярный Все это В квадрате 5 Грамм Но Кажется Возникнет Ещё Пара Совсем Хитрых Структур На На Голи На На Голи Не Во На Голи На Голи На Голи Домножим мы на величину, где оба как полнопоперечные Там тоже полная проекция на УЗе равняется нулю Есть еще вариант, когда, например, возьмем n-0, домножим на n-0-0 Здесь тоже соответствует факту, что и в этой амплитуде, и в этой амплитуде полная проекция на УЗе равняется минус 1 Вот такая вот комбинация У половины, наверное Тоже войдет в полное сечение Она связана с обменом по этому обзорную амплитуду ТНС Происходит обмен в одном случае параскалярных, парапоперечных картонов Ну и еще есть еще более хитрая комбинация Где здесь будет знак минус Я люблю называть Таким образом, помимо трех старых Возникнет еще три естественных и парочка совсем непривычных Про эти все фотоны, про эти все величины можно сказать Как они себя ведут Все они являются функциями квадрата инвариантной массы системы гамма-гамма и виртуальности И про них можно сказать, как они себя ведут в условиях, когда мы будем переходить на массовую поверхность То есть когда фотоны будут становиться реальными Когда фотоны будут становиться реальными, это перейдет в сечение неполяризованное для реальных фотонов Это перейдет в осимметрию для реальных фотонов, связанную с туркулярной поляризацией Это перейдет в осимметрию для реальных фотонов, связанных с линейной поляризацией Эта штука исчезнет Причем по какому закону? Здесь второй фотон скалярный Поэтому она будет исчезать как корень из минуса Q2 в квадрате для амплитуды А для квадратной амплитуды, соответственно, просто Q2 в квадрате Эта же штука, ну, соответственно, сигма СТ будет исчезать как Q1 в квадрате Ну и наконец, эта совсем простая вещь, будет очень быстро исчезать Здесь у нас встречается пара фотонов Поэтому это все будет пропорционально к корню в квадратном мусоре Из половины в квадрате нужно 2 в квадрате То есть те дополнительности, о которых я тут тщательно говорил Вообще говоря, на массовой поверхности исчезнут Но при точном расчете их нужно учитывать Более того, если Q2 будут большими А я вам говорил, что это область с точки зрения теории крайне интересная, да? То нет, может случиться, что некоторые из этих величин Станут доминирующими Вот на этом мы На таком Замечании Про все это Закончил разговор И теперь перейдем уже к содержательному утверждению Начнем мы Нам вообще-то нужно, в принципе, рассматривать По существу дела Вот такие вот сечения Которые пристегают Из возможностей связанных С встречными пучками Когда электроны Рассеиваются Рассеиваются Композитроны Не аннигилируют А рассеиваются Теряют Менежную Изменяют свой импульс Рождают виртуальные фотоны Которые, сталкиваясь Образуют систему Х То, что С точки зрения физической Нас интересует Это Вот это вот Объект Новый Интересный Объект Взаимодействия Фотона У друг с другом Но, к сожалению, он Представлен к этим Электрон-позитронным хвостам И поэтому, чтобы Оценивать реальную ситуацию Нам придется Начинать Вот с этих Картинок Где все эти хвосты Сто процентно учитываются Это и есть Двухфотонные Процессы Или процессы С обменом двумя Виртуальными фотонами Это наш Главный интерес Но Как вы уже Увидели Эта вещь Достаточно громоздкая Для анализа Поэтому мы Начнем Давайте С однофотонного Обмена На этом Более простом Примере Мы разберем Все Принципиальные Моменты Построим Полезные Приближения А потом Автоматически Удвоим Этот анализ Итак У нас Речь сейчас пойдет Про Что Однофотонное Обмен Обмен Будет Связано Имея Метода Эквивалент Фотоном Некого Эффективного Приближения Которые Широко Применяются В том числе На встречных Электрон-позитронных Пучках Давайте Попробуем Подробнее Об этом Поговорить Об этом Поговорить Экспериментально Речь может идти О ситуации Когда Например Одна частица Для определенности Возьмем Электрон Рассеивается На другой частице Для определенности Возьмем Протон Изобразили В этой Рудженной Лигеи Вы знаете Что Масса экспериментов По рассеянию электронов На протонах Проводилось И до сих пор Проводится Идут Интересные Изменования Которые Сводятся Следующим Взводят В случае Когда Электрон Рассеивается Имея Начальный Импульс П Он Приобретает Конечный Импульс С другой Нерги С другим Направлением Вектора И Протона Испускает Виртуальный Протон Синерги Омина А здесь Происходит Расщепление Разбой Да Множественное Рождение Переходит В некоторую систему Х Для случая протона Как правило Чисто отронная система Мы Хотим Рассматривать Такую Задачу Соответствующую Фотонному Обмену Причем Хорошо бы ее Рассматривать Таким образом Чтобы Можно было На следующем этапе Сказать А вот Нас будет Интересовать Другая Задача Электрон Электрон Рассеивается Например На фотоне Реальном Реальном Фотон Образовании некоторую систему Х Это Тоже будет Однофотонный Обмен Вот Хорошо бы построить Такой формализм Который бы позволял Очень легко И непринужденно От этого Описания Переходить К этому Описанию Сделать Это Сделать Следующим Образом Вот Задача Которая Нас Интересует Мы Говорим Что Когда Виртуальности Будут Малыми А когда Виртуальности Фотона Будут Малыми Когда Наш Конечный Электрон Рассеется Под Малым Углом И Потеряет Малые Энергии Когда Наш Виртуальный Фотон Начнет иметь Малую Виртуальность Так Он становится Почти реальным А это означает Что Вот этот Нижний блок Который Отмечает Процессу Гамм Амп Х По своим Смойствам Станет Похожим На Вот такой Блок Где На Реальном Протоне Рассеивается Реальный Фотон Рассеивается Ну и Одна Из идей Расчета Вот Такого Достаточно Сложного Процесса В той области Где Виртуальность Фотона Мала Сводится к следующему Давайте Мы Этот Электрон Налетающим На Протон Заменим Хорошим Приближением Некоторым Числом Реальных Фотонов Налетающих На Протон Почему Это Можно Идея Эта Восходит 1929 Году Великому Итальянскому Физику Эрикоферми В его Время Возникала Задача Такого сорта Имелся Атом Да И Было Известно Возбуждение Атома Скажем Переход его С уровня Под действием Внешнего Фото Внешнего Излучения Это могло быть Излучение Какого-то источника Там ртутная лампа Или что-нибудь такое Это могли быть рентгеновские лучи Да Это было Относительно Неплохо Экспериментально Исследовано Когда появились Хорошие Источники Электроны Постал вопрос А не может ли Электрон Возбуждать Атом Тоже Да конечно Может Например С таким вот образом С нашей точки зрения Да Вокруг электрона Есть электрическое поле Оно воздействует На атом И приводит его Например Возбуждение Нельзя ли Про процесс Электровозбуждения Что-то Рассчитать Заранее Зная Экспериментальные данные Про процесс Фото Возбуждения И Фермия ответил на это Очень четко И я бы сказал Федически красиво Вот Подтверждение Сводилось К тому Что Да действительно Если мы Имеем Неподвижный Электрон Что Давайте Чтобы было проще Возбуждение Позитрон Да Позитрон Неподвижное Электрическое поле Позитрон Известно Чисто Колумновское Электрическое Поле Там Есть Заряд Позитрона На Р На А вот если заряд начинает двигаться, то электрическое поле модифицируется, да, и вы хорошо знаете, давайте сразу рассмотрим вариант, когда эта скорость будет большая. Что тогда будет, как будет преобразовываться электрическое поле такого заряда, как это? В отличие от импульсов здесь будет все наоборот, да, продольные компоненты поля становятся неизменными, а поперечные возрастут в гамма-расы. Раз они возрастут в гамма-расы, то электрическое поле, а гамма может в конечное число, встает вообще в какое-то такое. Кроме того, это ведь движущийся ток, а как известно из школы, вокруг движущегося тока, по закону геозолара возникает магнитное поле. Причем электрическое поле почти перпендикулярно скорости. Магнитное поле точно перпендикулярно скорости движения. И кроме того, электрическое поле есть в С, это все у нас единица от В. То есть при скоростях близких к единице электрическое магнитное поле, извините, по модулю, совпадает. Наверное, эти картинки вам что-то напоминают, да? Мы уже об этом говорили. Точно такие же забойства есть у плоской волны. Если у нас есть плоская волна, движущаяся вдоль СССР, со скоростью, естественно, равной скорости света, то у нее, как известно, электрическое поле строка перпендикулярно скорости, магнитное поле строка перпендикулярно скорости, или лучше я напишу, веков К. Ну и, наконец, электрические магнитные поля взаимно перпендикулярно и одинаково по величине. Видно, что эти свойства не дождественны, но похожи. А это означает, что с некоторой степенью точности поле быстродержившегося заряда можно заменить на набор фотонов, которые с различными частотами Омега летят рядом с заряженной частицей. Вот это была идея Ферми. Он рассчитал число фотонов на интервал этих частот. И так мало, ему осталось взять в течение этого процесса до множительного числа фотонов, порожденных электронов, и получить ответ. Было это сделано, как я уже сказал, в 1924 году. Но если возьмете книгу «Избранные труды Ферми», там эту статью можно легко читать. Главное, она очень, как все у Ферми написано, очень просто и очень ясно. А вот в 1934 году Вайцекер и Вильямс рассмотрели принципиально случай, когда частица ультралитивистская. И развили хороший метод расчета этого случая. Фактически, они идею Ферми принесли в область релятивизма. Ну и дальше надо сказать следующее. Можно попробовать предсказать, когда это можно сделать, когда можно неплохо описывать электропроцессы с помощью фотопроцессов. Чтобы это увидеть во времена Ферми и Вайцекера и Вильямса. Люди пользуются фактически квазиклассикой. Ну действительно, если, с нашей точки зрения, электрон потерял мало энергии и не отклонился на небольшой угол, он режется почти прямолинейно. То есть вот так, как здесь нарисовано. После этого по классической электродинамике можно сосчитать поля, энергичных полей привести в набор энергии по фотонам и все сосчитать. В наше время, когда у нас есть под рукой диаграммы Фейнона, все эти квазиклассические соображения являются вторичными. Первичными являются нормальные фантуры динамика. Метод Вайцекера и Вильямса, к этой точке зрения, есть хороший или не очень хороший метод приближенного расчета диаграмм Фейнона. Ну а давайте мы сделаем перерыв. И идею такого расчета я попробую изложить. Здесь все просто. Скажем, это фотон со спиральностью А. У него амплитуда со спиральностью А вот этого процесса. С спиральностью А вот этого процесса. С спиральностью А вот этого процесса. Мы знаем, как выглядит. Здесь ходит амплитуда, зависящая от Q, если этот пинкус он так, и от других каких-то четырех векторов, домноженная на вектор поляризации со спиральностью А. Все честно, просто и хорошо. Так. А вот если говорить правильный процесс. Тоже мы все знаем. Мы умеем писать правила Фейнона для этого процесса. Возьмем и будем рассматривать амплитуду процесса E, P в EX. Возьмем верхний блок. Что здесь будет? Здесь будет вершинка, где стоит электромагнитная константа E. То есть ходит на пищите Eα. Дальше, как полагается, ухватимся за конец этой линии и идем к началу. В конце этой линии стоит вектор, запряженный биспинор и герата, соответствующий импульсу P, штрих, ну и спиральностью λ', штрих. Затем стоит вершинный фактор, например, грамма, μ, и биспинор, отвечающий начальной частицей с импульсом P, и спиральностью λ. все очень хорошо и понятно. Дальше следует пропагатор, который что из себя представляет? если здесь был индекс μ, а здесь индекс μ, то это будет в простейшем случае G, деленное на Q квадрат. Давно. Так. И наконец следует то, что нас больше всего интересует. физическая амплитуда процесса какого? виртуальная гамма на протоне, X, она зависит от Q и от других векторов, и индекс, ну, чтобы у меня индексов было немножечко красивее, с индексом 0. Вот так вот. В чем разница между этим выражением и этим выражением? Ну, помимо того, что здесь очень простой вектор поляризации, здесь достаточно хитрое выражение, отвечающее верхнему блоку, и в каком-то смысле аналогичное венео. Только оно не нормированное. Только оно, это выражение, зависит от спиральности начального конечного электрона и от их индексов. Если мы посмотрим на вот этот блок, то это одна и та же амплитуда, только здесь Q непременно в квадрате равна лица 0, а здесь Q квадрат отлично в нырях. Однако это одна и та же аналитическая функция Q квадрат. Как мы можем выразить один процесс через другой? Нужно посмотреть, в чем есть отличие. Ну, вот есть отличие в том, что здесь Q квадрат отличный от нуля. Можно надеяться, что когда Q квадрат будет близок к нулю, эта амплитуда окажется близка к этой амплитуде. Так? Дальше. Вот здесь стоящая спиральность отвечает только поперечным реальным фотоном. А здесь? Здесь все как-то выражено через не те выражения, да? Чтобы выйти на этот язык, хорошо позавести спиральности виртуальных фотонов. Сделать это достаточно просто. Если мы заметим, что у нас есть вот такое вот прелестное соотношение. Так? И нам ничего не стоит это соотношение организовать. Например, я здесь могу спокойнейшим образом дописать Q1μ на Q1μ А! 1 даже не нужно. У нас только есть единственное. На Q квадрате. Почему я это могу сделать? Потому что Qμ, доможенное на Nμ, даст 0 силу градиентной инвариантности. Поэтому я могу дописывать, могу не дописывать это слагаемое. Но как только я его дописал, у меня возникла возможность. Вот такая, очень приятная. Всю эту структуру записать через такую сумму. Сейчас мы это сделаем. Давайте сделаем, а потом посмотрим, что получится. Итак. Вместо всего этого мы подставим, соответственно, что? Сумму ОА равную плюс 1 и 0, что очень важно. Минус 1 за степень А. А. Дальше хочет кто? Я АТМ. Ню. Наде. АТМ. Ню. Ню. Сопряженное. Подставим. Что получится? Получится А. Нам все равно куда ставить сопряжение. Здесь мне кажется приятнее поставить сопряжение вот сюда. Произмерение вот этого на вот это даст мне спиральную амплитуду со спиральностью А. Только это А может принимать уже много значений, да? Сумма ОА плюс 1 и 0. Здесь будет стоять. М. Гамма со звездой. П. Х. АТ. Замноженное на все остальное. А что все остальное будет? А все остальное будет такое. 4П А. Корень квадратный. Дальше. Дальше не забудем минус единицу в степени А. Да. Не забудем, что все это берется на квадрат. Минус единица в степени А. Дальше. У. Гамма штрих. П штрих. А здесь будет кто? Гамма. Мюн на е. Мюн сопряженные. А теперь так. И наконец. Му от П. Гамма. Вот такая вот получилась структура. Вот эту величину часто называют током перехода. То есть перехода какого процесса? Е переходит в Е' со спусканием виртуального фотона. Вот такой ток виртуального процесса. Вот теперь, смотря на это, мы можем сказать следующее. Во-первых, такая запись очень полезная. Почему она полезная? Если посмотреть на это выражение и вернуться к исходному, где здесь было бы только Ж меню, мы его можем изнечтожить, в конце концов, и поставить вот такую штуку. Что здесь было немножко неприятно? Здесь было суммирование по четырем векторным индексам. Во-первых, четыре. Здесь идет суммирование по трём индексам спиральным. Во-вторых, у нас нет ощущения, какие из этих компонентов большие, какие маленькие. А когда мы перешли к спиральным амплитудам, у нас есть очень четкое утверждение, что при малых двух квадратах амплитуды, соответствующие поперечным фотонам, выживают, а скалярным фотоном исчезают. Даже именно как исчезают, мы знаем. То есть мы всё можем говорить, кто здесь мал, кто велик. Что касается этого выражения, это вообще полностью известная величина, но её сосчитаем раз навсегда и будем ею пользоваться. Так что этот переход, уже даже с расчётной точки зрения, вещь очень правильная и приятная. А для построения приближения она особенно хороша, потому что отчётливо указывает разницу. Ещё раз. Это амплитудник. В этой амплитуде квадрат меньше нуля. Раз. В этой амплитуде буква А промегает три разных значения. Здесь амплитуда может принимать только два разных спиральных состояния. Ну и отсюда возникает следующее очень простое утверждение. Если в какой-то кинематической области, то есть для каких-то энергий и углов растения, получится так, что мы можем пренебречь с зависимостью этой функции от ку-квадрата. И можем выбросить вот эту вот лишнюю спиральность. Тогда эта амплитуда будет близка к этой, а этот проб просто полностью известная величина, и мы сможем перейти к приближению соответствующего методу эквивалентных фотонов. Выясняется, что это имеет место для очень большого числа процессов, интересных для эксперимента. С другой стороны, если этого нет, если такие приближения сделать невозможно, то тогда и никакого метода эквивалентных фотонов не будет, и никакой трагедии при этом не будет. В принципе, известны несколько весьма интересных и важных примеров, когда методы эквивалентных фотонов совсем-совсем не работают. Ну что ж, таковы свойства соответствующих процессов, или можно сказать, таковы свойства конкретных диаграмм Фейнера. Ну вот когда я все это, так сказать, изнажил, нужно было бы теперь переходить к конкретным расчетам уже. А расчет мы будем делать, но предварительно мне хотелось сказать немножко слов все-таки. Мы и так очень много занимаемся сухоядением, да, такой громоздкой пинематикой. Почти не было физики, и почти не было людей, которые эту физику делают. А на самом деле физику делают конкретные люди со своими живыми истремлениями, эмоциями. Вот тут когда-то хороший момент, когда немножко можно говорить про людей. Дело в том, что мне посчастливилось встретиться и разговаривать с Карл Фридрихом Фойвенцекером. Это вообще поучительная была такая встреча, я могу немножко рассказать. А было это в 1991 году. Ну, в Москве происходила первая конференция, посвященная Сахарову. Но не Сахарову как правозащитнику, а Сахарову физику. Он был действительно великий физик. И как-то я на многих конференциях бывал, но такого состава никогда не видел. Там было чуть ли не дюжина лауреата в Нобелевской кремии и разных других знаменитостей. Среди прочих был, например, учитель Ричарда Фейнмана Уиллер. Но он был совсем дряхлый, его водил в подругу. Его племянник. Но он тоже выступал. А вот среди прочих был как раз и Карл Фридер фон Вальцекер. Он, хотя ему уже было... Я вообще-то, честно говоря, думаю, что он лет 10 тому назад помер. А он на самом деле был очень бодрый, хотя и пожилой человек. Вот выглядел он примерно вот так вот. Сейчас я покажу. Если вы подсоедите, вот, 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 с бодрым, с разговором. Мне очень хотелось встретиться с человеком, который изобрел этот метод, потому что к тому времени я уже успел даже публиковать там несколько статей, связанных с применением метода Вальцекера Вильямса как раз для двухатонных процессов. Это удалось. Ну, я начал говорить, вот, дорогой профессор, вы знаете, ваш метод сейчас применяется там на встречных пучках. Разное такое. А он вот, метод сказал историю, очень-то мучительно, как метод был изобретен. Было это как раз в 1934 году. Там есть еще разные предстоящие обстоятельства, очень забавные. Он еще рассказывал, что он начинал учиться в физике в Лейпсисском университете, но быстро понял, что современной физике он там не научится, и переехал к Геттинген, к Максу Борну, который был главой большой компании физиков, занимающейся изобретением как раз и развитием квантовой механики. Там он получил такие базовые образования. А в 1934 году он оказался в Копенгагене в институте Нильса Бора. И в это время происходила какая-то конференция, которая решала животрепещущие вопросы физики, ядра того времени. Было много интересных людей там. Он честно сказал, что первая идея этого метода принадлежит Вильямсу. А потом ее горячо обсуждали. И в обсуждении приняли участие очень хорошие люди. Ну, вот помимо Байдзекера и Вильямса, которые были, наверное, самые активные, там был еще Ландау, молодой, очень активный. И вы знаете, что в этом же самом 1934 году, немножко позже вернувшись, он вместе с Левши самоплекал работу про врождение пар в суварениях заряженных частей, про которые я уже вам говорил. Эта вещь даже была более сложная, чем то, что делает Владимир Кир Вильямс. Дальше. Там был, наверное, известный вам Эдвард Теллер, отец американской водородной бомбы. Там был Вернер Гайсенберг, из обитательной матричной квантовой механики. Хорошие люди. И непосредственно сам Нильс Борн. И он говорит, что окончательная идея сформулировалась от первой идеи высказанной Вильямсом. Она существенно отличалась уже в результате этой горячей дискуссии. Что все это означает, как бы, где бы это можно было применять и так далее. Потом все разъехались. Ну и вот Ландау занялся конкретным процессом на рождение пар. А Борн призвал Вайдзекиа, говорит, а вы, молодой человек, пишите статью на эту тему. Ну, Вайдзекиа написал, принес ее своему руководителю. Тот через некоторое время вызывает его и говорит, давайте пообсуждаем. Там начало было еще интересное. Вайдзеки, говорит, я был молодой и возбужденный, а профессор оказался старым и усталым. Борн, как всегда это у него бывало, начал с похвал. Он говорит, какая замечательная статья, как все просто, ясно, хорошо написано. У меня есть только несколько небольших замечаний. Вот на первой странице они обсудили это замечание. Первое, потом второе, потом третье. В общем, сказал Вайдзекиа, через 4 или 5 часов я был молодой, но усталый, а профессор был старый, но бодрый. Вот. Ну и в конце он сказал, теперь вот это вижу, что вы написали совсем не то, что нужно. Идите и все переписывайте. Он переписал, получилась хорошая статья. Вот, кстати, я ее читал у журнала «Сайшный физик», «Подлинники». Там как раз фамилия всех людей, которых он благодарит, я вот вам назвал, которые участвовали в дискуссии. Да. И что добавил дополнительно этот самый Вайдзекиа. Он так посмотрел в зал, в котором бродило много молодых участников конференции и сказал так, «Мне кажется, вот это самое хорошее для воспитания молодого физика, как изучать физику. Вы имеете хорошую задачу, я так про себя подумал, типа метода Вайдзекиа и Елимса, да, имейте возможность обсуждать ее в течение часов с большим человеком, типа Гора». Это действительно, наверное, хороший способ обучения физики. Было некое продолжение у всего этого. Я вот говорил, что он начинал в Лейпциге, однажды мне пришлось рассказывать про двухоплодные процессы в Лейпском университете. И когда я упомянул этот эпизод, мне так казалось, что люди должны забыть вспомнить, там, прошлое, у всех немцев лица оказались натянутые, они эту шутку не приняли, да, на свой счет, на свой университет. Зато было очень интересное продолжение, связанное с вот этой коллизией Ферми и Вайдзекиа и Вильямс. Дело в том, что если вы возьмете большинство учебников, там прямо говорится просто только про Эдзекера и Вильямса и ни слова про Ферми. Исключением очень приятным является книжка Берестецкого и Шиппитоевского, где прямо есть снос о том, что основная идея метода принадлежит Ферми за 10 лет до Эдзекера и Вильямса. Дело было на одной из конференций в Калифорнии, где специально была программа, посвященная приближенным методам квантовой механики, извините, квантовой электродинамики. Я как раз рассказывал про метод эквивалентных фотонов там и когда я закончил, в конце я рассказал эту историю с Вильямсом, которая была очень хорошо принята. Вдруг стал очень пожилой профессор Дайверт из Иллинойского университета и сказал, я тоже хотел добавить пару исторических замечаний. Дело в том, что когда я был студентом, нас лекции читал Ферми, да, и он говорит, а я отыскал в журнале статью Ферми на эту тему. Меня поразило, почему в учебниках не говорят. Вот видно же, что идея предложить не Вайдзекеру или все-таки, а Ферми. В полном недоумении, в некоторой, даже, так сказать, ярости, я пошел к профессору и говорю, вы видите, какое безобразие мира выгодят, почему на вас не ссылается. Он так улыбнулся и сказал, как-то он сказал, да, вам понравилась эта статья моя? Он говорит, очень, она действительно очень хорошо написана. Просто без выкрутас, там, где ученый-немец сделан тысяча обозначений и определений, там все делается просто. тот говорит, да, понравилась. Ну, он сказал, you are very brave, man. You are brave, boy. И все. Он не ругался. Ну, и чего, как говорится, было в этих условиях делать человека, про которому Пантекорова как-то говорил, что если бы Нобелевскую премию давали не один раз в жизни, то Ферми должен был бы получить шесть Нобелевских премий. В общем, другого такого наверное в истории физики двадцатого столетия нету. Это великий экспериментатор, Нобелевскую премию получил за эксперименты с найденной радиоактивностью, да, и великий теоретик. Ну, и совсем уже под конец всего этого рассказа я хочу сказать, что какое-то отношение все это имеет и к нашим университетам тоже. Дело в том, что в самом конце этого разговора с Веттзекером меня вдруг осенило и я сказал, скажите, пожалуйста, а вот в те времена у Макса Борна, у Детингения, вы случайно не встречались с советским физиком Георгом Румером? Юрий Борисович Румер, там назывался Георг Румер. И вот, вы знаете, какая была реакция? Как же, говорит он? Это был первый человек, с которым меня познакомил Макс Борн после того, как я ему представился. Мы с ним даже у одной молочницы молоко брали. Вот так вот. Так что, как говорит русская пословица, тесен мир, а у немцев есть даже еще более образная пословица, die Welt ist ein Dorf. Весь мир одна деревня. Ну и, может быть, я вам напомню. Это Юрий Борисович Румер, Бабина, который он здесь читал лекции. Да. Хорошо. А тогда у лентгенера ему было сколько? Это было в 29-м году, когда он туда приехал. Да, ему было 20-20 лет. Хорошо. вернемся к нашему разработчику. Итак, давайте попробуем теперь получить точную формулу для сочинения от этого процесса. Так. Да? Вот так. 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 вот так вот так. вот так вот так вот так. вот так вот так. вот так вот так вот так вот так у Пусть здесь гамма в ню, а здесь гамма в ню. Абсолютно все равно так. Что здесь будет стоять? Здесь будет стоять гамма в ню, замноженная на е в ню. Ну и давайте назову это так. Е, нет, я иду в обратном порядке, в обратном порядке, поэтому будет стоять, если здесь стояла ЕА сопряженная, то здесь будет стоять ЕБ несопряженная. Так. Б. А. Я буду предъявлять такой, ну, например, А со шляпкой, это гамма в ню на Амин. Так. Дальше. Идем дальше. Дальше идет вот этот провогатор. П штрих плюс масса электрона, гамма в ню, то есть Е со шляпкой А, сопряженная. Вот такое выражение. А, еще. Еще общие множители. Минус единица в степени А, домноженные на минус единица в степени В. Вот такой вот. Теперь я могу все вести весь. Вот такой вот ответ. Возьмите после того, как мы произведем умножение по суммированным полямкам. Теперь нам осталось взять это выражение, но такие упражнения вы делали, поэтому я могу сделать это довольно быстро. Но мы сейчас кончаем, давайте на этом остановимся. Пусть наш следующий кутак сосчитать этот шпук, доказать, как я пропланировал, что он вообще-то будет пропорциональный кук в квадрате. Он подсократит этот множитель, но все равно одна степень ку останется. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok